С каждым стартом, с каждым голом, с каждым сетом, с каждой ставкой мы делаем спорт ярче. Марафон Убет. А что если я вам скажу, что можно стать легендарным футболистом, при этом не выигрывая Лигу Чемпионов, Чемпионат Мира и вообще не имея огромного количества титулов? Меня зовут Саня Малыхин, и сегодня я расскажу вам о Габриэле Батистуте. Габриэль Батистута с самого детства проявил себя как незаурядный футбольный талант, поэтому неудивительно, что его достаточно быстро заметили скауты клуба New York Old Boys, где он, собственно, и начал свою карьеру в молодежном составе. Но когда он дорос до основного состава, в Аргентине он играл всего лишь три года, но при этом за абсолютно разные команды. Естественно, сначала за основной состав New York Old Boys, ну а потом за злейших и принципиальнейших соперников, за Риверплейт и Букахуниус. Ну а как суперталантливый футболист он раскрылся в Ферентине. За 9 лет, проведенный во Флоренции, он становится настоящей легендой Ферентины. Да что там Ферентины? Всего итальянского футбола. Именно здесь он делает себе имя. Невзирая на игру партнеров и турнирное положение, Батистута всегда показывает игру высочайшего уровня и забивает немало голов. Ну а в 91-м году его впервые вызывают в сборную Аргентины, где он становится обладателем Кубка Америки. Но одного таланта и мастерства Батистуты не хватает Ферентины для того, чтобы бороться за самые высокие места. И в сезоне 92-93 сквадра Виола вылетает в серию Б. Но несмотря на ворох предложений, Батистута остается. И уже в следующем сезоне Ферентина возвращается в серию А исключительно благодаря Батистуте. И в том же сезоне он вновь с Аргентины выигрывает Кубок Америки. А уже в следующем сезоне, в 94-м году, он становится лучшим бомбардиром чемпионата Италии. В сезоне 95-96 Батистута выигрывает свой первый титул в Италии – Кубок Италии. Ну а в следующем сезоне выигрывает и Суперкубок. В 98-м году, сразу после того, как он ездил на чемпионат мира во Францию вместе со своей сборной, он признается лучшим игроком Аргентины. И за Батистутой тут же выстраивается огромная очередь грандов итальянского чемпионата. И не только, потому что в этой очереди Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед и Бавария. Батистута в 98-м году самый желаемый игрок мира. Но он все равно остается в Фиорентине, питаемый желанием выиграть с фиалками чемпионат. Болельщики от него просто в восторге, и они собирают деньги на то, чтобы установить Батистуте памятник. Но в 2000-м году Батистута все-таки покидает Фиорентину. Терзаемую кризисом периода правления Витторио Чекигори. И он отправляется в Рому и надеется с римским клубом все-таки выиграть с Кудетто. За Фиорентину он провел 332 матча и забил 207 мячей. Радикальная группа болельщиков настолько обозлена его переходом, что крадет его память. В Роме в первый же сезон он выигрывает с Кудетто и становится лучшим бомбардиром. Но чем дальше, тем больше и больше он напоминает бледную тень самого себя. И в 2003 году, после недолгого пребывания в Миланском Интере, он, пока это еще не стало мейнстримом, отправляется в Катар. В Катаре травмы окончательно достали Батистуту. Он фактически не мог ходить из-за боли и просил врачей ампутировать ему больные ноги. Но врачи отказались это делать, и Батистута завершил карьеру. В 2007 году он сначала отказался стать главным тренером сборной Австралии, а затем и Бокки Хунниус. А в декабре 2011 года появилось сообщение о том, что он получает административную должность в аргентинском клубе «Калор». Эту должность он покинул в феврале 2013 года и объявил о том, что он хочет начать свою тренерскую карьеру в Европе. Но так ее и не начал. Сейчас Батистута иногда играет в гольф и поло, руководит своей собственной строительной компанией и ровным счетом не имеет никакого отношения к футболу. Разве что иногда дает комментарии относительно сборной Аргентины и Месси и обещает сводить всех игроков Ромы на ужин, если те выйдут в финал Лиги Чемпионов. Ну вот и все. 90-е однозначно самое лучшее время в истории футбола. Тогда уже играли за приличные деньги и все еще играли сердцем. А Батистута один из самых лучших игроков того времени и теперь вы знаете, где он находится и чем занимается. Пишите в комментариях, о ком бы вам еще хотелось узнать. А так пока не пропадайте. Субтитры сделал DimaTorzok